Что такое настоящий детокс? Почему я так назвала свою сегодняшнюю встречу с вами? Я часто получаю какие-то рассылки от каких-то нутрициологов, на которых раньше была подписана. Потом встречаю в социальных сетях какие-то посты, в которых слово детокс преподносится как что-то такое лёгенькое, что-то такое красивенькое. И даже само слово детокс звучит довольно красиво, согласитесь. Есть слово очищение организма, но оно какое-то грубоватое, как-то грубо, очищение организма. А слово детокс довольно милое. И очень часто люди, которые приходят, обращаются ко мне за какой-то помощью на консультации или в марафон, или на курс на какой-нибудь, приходят с таким яростным намерением сразу броситься в детокс, сразу начать очищаться. Но при этом они не отдают себе отчёт, что они подписывают себе, ну, не то чтобы приговор, но подписывают себе довольно жёсткие условия. Мало у кого из новеньких, которые приходят на детокс, есть понимание того, что детокс – это очень жёсткая штука на самом деле. И что это не какое-то там безобидное питьё соков, а это целая система, в которой люди, которые погружаются по-настоящему на детокс, проживают годы. То есть детокс – это не какой-то коротенький период, на 5-7 дней зашёл детокс, попил сачку, всё там хорошо, вывел токсинчики. Нет, на самом деле детокс – это очень большая система. И вот я хотела вас сегодня просветить, что это за система и почему она на самом деле жёсткая, почему она не такая мягкая, пушистая, как об этом часто принято думать. Вообще давайте с того начнем, что такое вообще детокс. Де-токс состоит из двух частей. Токс – это понятно, это токсины. Токсины – это яды, это всем понятно. Что такое Де? Де-токс – это обратный ход. То есть частица Де, она всегда подразумевает что-то обратное. Скажем, конструкция – это понятно, это что-то такое созданное. А деструкция – это что-то разрушенное. Здесь то же самое. То есть интоксикация, например, или токсикация – это проникновение ядов внутрь. А детоксикация или Де-токс – это наоборот, вынимание ядов изнутри. То есть другими словами, это выведение ядов из тела. И если мы употребляем в нашей речи слово Де-токс и применяем его к себе, к своей жизни, значит мы соглашаемся с тем, что токсины все-таки существуют. И они существуют внутри тела. И мы их хотим вывести. Давайте разберёмся, откуда они там возникают. Яды. Откуда яды берутся в теле? Вообще, если так логически рассуждать, то ядов в теле быть не должно, по идее. Но откуда? Человек – такое прекрасное существо, есть очень много красивых людей, есть очень много умных людей. И вообще человек – существо цивилизованное, но откуда в нём там яды внутри? Мы будем говорить о двух источниках проникновения ядов внутри тела человека. Первый – это извне. И второй – это внутреннее образование ядов. Извне, я думаю, тут нетрудно догадаться, что главный источник ядов – это, конечно же, лекарства, которые каждый из нас, я думаю, попробовал впервые уже в детстве, скорее всего. Там либо были какие-то жаропонижающие, либо антибиотики, либо какие-нибудь сульфаниламиды, антигистамины и так далее. Потому что все болеют. Это первый источник ядов. Другие источники ядов, которые поступают извне – это может быть и вода, потому что она не везде хорошего качества, и она часто бывает с примесями, с очень опасными. Это и воздух загазованный, и тоже наполненный всякими примесями ядовитыми. И это еда в прямом смысле, которая напичкана неестественными добавками, синтезированными, химическими, искусственными, как мы говорим, искусственные ароматизаторы, искусственные красители, усилители вкуса, консерванты и прочие итили, которые делают еду не совсем натуральной, не совсем естественной. И даже нормальную еду можно испортить итилями, если добавлять в неё вот эти самые искусственные вещи. И поскольку эти искусственные вещи, они, в принципе, природа не предназначена для человека, для его питания, но мы всё-таки употребляем, то, конечно, мы создаём токсичную следу внутри себя. Но это всё фигня. Вот по моему глубокому убеждению, вот это вот всё, и еда, вода, воздух и даже лекарства, это всё фигня, это малая часть токсинов, которая есть в теле человека, но гораздо большая часть токсинов происходит прямо, вот образуется прямо там, внутри, в недрах нашей пищеварительной системы, и она образуется именно из-за некачественного усвоения и переработки той еды, которую ест современное человечество. Наверняка многие из вас, которые присутствуют на моих эфирах не в первый раз, наверняка вы уже это сто раз слышали, про естественную и неестественную еду. Но я допускаю, что из присутствующих могут быть новенькие, которым понятие естественная и неестественная еда может быть незнакомо. Я вам хочу показать книжку одну. Вот так она выглядит. Эта книжка называется «Целебная система без слизистой диет». Её автор – это Арнольд Эротт, который жил больше ста лет назад. Это один из последователей натуропатии, один из родоначальников создания метода очищения через жидкое питание, вслед за которым Марва Аганян создала свою стройную теорию и методику. Но вот эта книжечка, чем она меня в своё время привлекла, в 2016 году, тем, что она открыла мне глаза на то, что современное питание – это сплошь варёная еда. А этого, в принципе, в природе быть не должно. То есть мы всё варим, мы всё парим, жарим, мы термически готовим еду. И это достижение современности. То есть изначально этого не было предусмотрено творцом, скорее всего. Люди были должны питаться по большей части сырорастительной пищей. Но, однако, время сделало своё дело, и мы сейчас всё варим. Под словом «мы» я подразумеваю современное человечество. Поэтому у всех есть газовые плиты или электрические плиты, поэтому у всех есть кастрюльки, сковородки, мультиварки и прочие варки. Так вот, Арнольд Эротт в этой книге очень ярко описал, что происходит в пищеварительной системе человека, когда он питается только варёной едой. Вот те из вас, кто сейчас присутствует и находится на традиционном питании, на правильном питании, на спортивном питании, на традиционном питании, на смешанном. Ну, не знаю, называйте, как хотите, но не на естественном. Вот прикиньте, какой процент у вас занимает в вашем рационе варёная еда и какой процент сырая. Ну, я ответ уже знаю, потому что сплошь и рядом приходят люди, которые заполняют анкеты, и в своих анкетах они пишут, что у них и на завтрак, и на обед, и на ужин варёная еда. То есть это каши, супы, картошки, макароны, бутерброды и так далее. То есть всё варёное. Сырой растительной пищи у современных людей крайне мало. Так вот, Арнольд Эротт в этой книге описал, что происходит с варёной едой. Дело в том, что поскольку она не является естественной для пищеварительной системы человека, она не усваивается полностью и должным образом так, как усваивается, например, сырая растительная пища. Сырая растительная пища – это безотходное производство, которое не может нас загрязнять. Там нечем загрязнять. А вот варёное как раз загрязняет и очень обильно. И самое главное печальное последствие от употребления варёной еды – это образование слизи. Именно поэтому книга Арнольда Эрда так и называется – «Целебная система без слизистой диеты». Из чего можно сделать вывод, что если мы будем питаться безслизистым образом, то есть без создания слизи, соответственно, такое питание будет целебным. И именно вот на эту систему безслизистой диеты и направлено то питание, которое пропагандировала Марва Аганян и другие представители натуропатии. И это именно то, что мы называем приближенным к естественному питанию. То есть то питание, в котором максимальное количество сырой растительной пищи и минимальное количество варёной пищи. Про животные белок и жиры – это отдельная песня. Сейчас я пока об этом не хочу, этому уделять много внимания. Так вот, вот эта самая слизь, которая образуется в кишечнике, в тонком кишечнике, она там скапливается и обволакивает ворсинчатую структуру тонкого кишечника, потому что он изнутри ворсинчатый. Когда происходит вот это вот накопление слизи, она постепенно превращается в ничто иное, как гной. Это звучит неприятно и страшно, но это так и есть. Это слизь, поскольку там развивается патогенная микрофлора, там происходит ещё и гниение из-за того, что мы неправильно употребляем животный белок. И вот эта вот слизь, которая нашпигована продуктами гниения, ещё к тому же превращается в гной и начинает проникать сквозь стенки кишечника в кровь. Таким образом мы получаем токсичную кровь. Кровь, которая содержит в себе токсины, то есть яды. И эти яды есть не что иное, как продукт гниения и разложения непереваренных остатков пищи в нашем тонком кишечнике. Вот если бы кто-нибудь из вас делал, типа, какую-нибудь там колоноскопию, они могут сказать, я проверял свой кишечник, у меня там всё чисто, всё гладко. Вы проверяли толстый кишечник, у вас там, вероятно, чисто и гладко. Но тонкий кишечник занимает гораздо большую часть, его вы, скорее всего, не проверяли. И эти микроскопические ворсинки, которыми он снабжён, тонкий кишечник, на всём своём протяжении, если его развернуть вместе с его ворсинками на плоскость, то он займёт 44 квадратных метров. По сути, это примерно, ну, я думаю, вы понимаете, что такое 44 квадратных метра. Это очень такая большая комната, а может быть, даже и квартира. И вот представьте себе, что вот эта вся поверхность тонкого кишечника, она просто покрыта вот этим вот слоем слизи, токсичной слизи, как вы теперь понимаете, потому что она впитывает в себя эти яды. И вы вот с этой вот поверхностью токсичной и клейкой, замазанной клейкой, токсичной слизью, вы живёте годы, вы живёте десятилетия, и вы не догадываетесь об этом. Вы ходите в туалет, вы кушаете, вы живёте, вы совершаете свои обычные жизненные дела, но при этом вы являетесь носителями токсичной слизи. И пока с вами ничего не происходит, то есть вы довольно молоды, вы довольно энергичны, вы, ну, идёте, как вы считаете, может быть, более-менее здоровый образ жизни, а может быть, и не очень здоровый образ жизни, но пока у вас есть ресурсы в вашем организме, вам это всё сходит в срок. То есть вы не ощущаете присутствие этой токсичной слизи. Но однажды наступает день, и вы вдруг заболеваете. Это может быть самое банальное заболевание, даже может быть какое-нибудь безобидное, типа вирусная инфекция, ну, ОРВИ, да, обычная. Вы вдруг заболеваете, и вы вдруг чувствуете, что у вас болит горло, вы идёте, смотрите в зеркало, и вы видите, что у вас на миндалинах гнойные пробки. Вы чувствуете, да, этот неприятный запах, вот это белый, да, или там какого-то зеленоватого цвета гной, который выделяется. Возможно, вы видите ещё и другие явления, возможно, вы видите выделение из носа, они тоже часто бывают зелёного цвета, такого гнойного. Возможно, это тоже может плохо пахнуть. И вопрос, возникает ли у вас в голове вопрос, а откуда взялись вот эти вот неприятные, дурно пахнущие, зелёные, гнойные и прочие выделения у вас в вашем прекрасном горле, в вашем прекрасном носу и в вашей прекрасной голове с красивой прической и с красивым макияжем. Откуда? Ну, вот откуда? Я отдаю себе отчёт, что я и сама долгое время, много лет своей жизни, я вообще не задавала себе этот вопрос, хотя у меня всегда, всегда в течение многих лет моей жизни, там 53, будем так говорить, да, был и сильнейший насморк вот с теми самыми зелёными выделениями, и периодический бронхит, и гнойные пробки в горле, всё это было. Но я особо-то не задавалась вопросом, откуда. Мы почему-то думаем, что это так и надо. Но почему надо, если человек – это очень совершенное существо, с его совершенной организацией. Вот так, как устроена наша организация, наш организм, как он функционирует, это очень совершенная система. И там в основном все процессы идут без вашего участия. То есть вы не отдаёте команду себе, когда перевариваться пищей, когда выводить отходы, когда поднять руку, когда заплакать, когда засмеяться. Всё это происходит у вас органично, в результате вот такого совершенного функционирования вашей системы. Вот откуда у нас может быть гной. Так вот, ответ, он очень простой и понятный теперь уже вам, да, и можно догадаться, что он оттуда. Он как раз оттуда, из тонкой кишки, которая очень длинная. И этот гной, он просто там живёт, благодаря вашему варёному питанию, и благополучно проникает в кровь, и с кровью разносится по всему организму. И таким образом вы становитесь носителями токсинов в течение своей жизни во всём теле. Потому что кровь омывает всё тело. Вот абсолютно, да, все участки тела, которые бы мы не потрогали, они все снабжены кровеносными сосудами. И куда бы мы себе не ткнули, в какую часть тела, да, извините за такие натуралистические подробности, у вас отовсюду будет брызгать кровь, простите. Это значит, что весь организм питается кровью. И если эта кровь токсична, если она наполнена ядами, ядами гниения, трупными ядами, ядами разложения, ну и плюс другими ядами, которые мы употребляем извне, да, о которых я вначале говорила. Вы представляете, какое питание получает ваш организм благодаря вот наличию таких ядов. И после этого, вот после того, что вы сейчас вот это все себе визуализировали, да, вот эту всю картинку, носителями каких ядов мы являемся, после этого скажите, будет ли вас оздоравливать, там, какое-нибудь правильное питание, да, с там правильными десертами, с этими супчиками, кашками. Нет, конечно, оно не будет вас оздоравливать, просто потому, что вы постоянно будете получать все новые, новые и новые порции слизи, которая будет задерживаться в тонком кишечнике, потому что это крахмалы, потому что это клей, и будет так или иначе способствовать накоплению все новых и новых и новых токсичных отложений, которые будут отравлять вашу кровь. И вот тогда, когда вы узнаете, да, об этом, что все-таки вы являетесь носителями токсинов, вы поднимаете руки и говорите, я хочу детокс, я пойду к Байе на детокс. Вы приходите и говорите, Байе, я хочу детокс, я хочу очищаться. Давайте уже мне назначайте, давайте пойдемте делать клизмы, пойдемте давайте пить слабительное, делать тюбаж, я хочу детокс. Но я всегда в таких случаях говорю, ребята, стоп, остановитесь. Вы просто не представляете, насколько ядовиты вот эти вот отходы, которые содержатся в нашем теле. Вот я вам просто приведу примеры, которые я вижу сплошь и рядом в течение моей вот теперь уже 7-летней практики. Что я вижу? Ну, я вижу это не в прямом смысле глазами, а я это вижу по описаниям моих подопечных, которые описывают, что из них выходит во время вот этого самого детокса, очищения организма, или говоря словами Арнольда Эрета, во время элиминации, то есть вывода шлаков и токсинов. Что они видят? А видят они картинку очень нелицеприятную. Во-первых, это всё очень плохо пахнет. Вот всё, что выходит из нас при детоксе, при настоящем очищении, ребята, это так плохо пахнет. Это просто не передать словами. Ну, я и сама это слышала, да, в своём собственном исполнении. И люди рассказывают, что это просто хочется бежать из туалетной комнаты, потому что это смердит страшно. Вот то, что выходит из кишечника, это непередаваемо. Когда вы ходите в туалет, просто в обычной жизни по-большому, ну да, это есть запах, но до такой степени отвратительного запаха не бывает у вас в обычной жизни, как кем он бывает на детоксе. Это невыносимо, как воняет. Почему? Да потому что во время очищения организма происходит отслаивание вот этой вот самой токсичной слизи, которая обволакивает структуру, борсинчатую структуру тонкого кишечника. И всё, что там залёживалось и гнило, оно начинает всплывать на поверхность и выводиться. И вы нюхаете то, что у вас лежало годами. Это ужасно. Это может быть и чёрного цвета, и зелёного, и коричневого, и жёлтого. Это бывает с пеной, это бывает со слизью, просто вот с кусками слизи. Это бывает с какими-то там дохлыми, полудохлыми червями, с какими-то камнями, с какими-то кругляшками, с какими-то палочками. И это всё, вот это всё, вот это просто ужасно воняет. То, что выходит из других частей тела, оно, может быть, воняет менее, чуть поменее, чем из кишечника, но тоже очень неприятно. Это может быть совершенно дурно пахнущая моча, это дурно пахнущие выделения из половых органов, отвратительные. Тоже, кстати, может идти слизь. И это очень часто бывает, когда у женщины прямо начинает идти слизь, именно из лагальща, во время условного голодания. Таким образом, организм изо всех сил старается выпихнуть вот эту самую слизь, которая просто мешает ему нормально жить. То, что выходит из горла, да, и из носа, оно тоже имеет такую же породу, вот этой самой гнойной слизи. Скажу вам даже больше, то, что выходит из десен, вот то, что выходило у меня и у многих людей выходит из десен, это просто куски гноя, которые вываливаются из десен, сползают по зубам, и мы их просто вот выковыриваем. То, что у меня выходило из носа, это фильм ужасов, это был просто клей, вот такой, знаете, как клей бывает, типа клей, на который ловит мышей. Наверняка, знаете, он такой вот тянется, и его невозможно разорвать. Это вот, можно там, не знаю, на 10 метров эту соплю растянуть, клейкую, и она не рвется. Это вот такое, вот такого характера клей выходит из носа, у меня лично выходил из носа, который я вытаскивала, вот так руками, и он не кончался. Вот эта клейкая сопля, я специально вам сейчас говорю, все это в такой жесткой форме, чтобы вы понимали, что такое детокс. Вот эта клейкая сопля, которую я вытягивала из носа, и она не кончалась. И она была настолько липкая, что ее невозможно было просто смыть струей воды, даже горячей, с раковины. Она прилипала намертво, и ее нужно было просто отдирать вот этой вот мочалкой, с которой шершавой стороной. Вот это вот все мы носим в себе. Ну и не буду говорить уже там про другие разные мелкие вещи, там как вонючий пот, там гной из глаз, какие-нибудь из ушей бывает там. В общем, отовсюду, откуда только можно. Прыщи какие-нибудь вылезают там на попе, на щеках, под мышками, на груди. Это сплошь и рядом. Просто сплошь и рядом. Таким образом, таким образом, детокс – это жуткая вещь. Это жуткая вещь. Это неприятная вещь. Это вонючая. Она часто сопровождается болезненными симптомами, потому что обостряются хронические заболевания, потому что часто бывает интоксикация, то есть отравление организма. Это часто бывают ужасные перепады настроения, от истерик до какой-то безумной совершенно радости. И вот это вот все детокс. То есть, когда человек приходит ко мне, да, и топая ножками там, кричит, я хочу детокс, я всегда хочу ему сказать, а вы готовы попасть в чистилище? Потому что это чистилище на самом деле. Это противно видеть и противно ощущать, и это больно. Это часто бывает просто больно и неприятно. Вот до этого момента все, что я вам наговорила, это чисто правда. Я нисколько не сгущаю краски. Это все так и есть. Но вот с этого момента сейчас у нас пойдет вторая часть, когда вам станет немножко, наверное, полегче от той мысли, что за эти семь лет я накопила знаний и опыта практического и теоретического. И я научилась делать так, чтобы вот этот самый детокс не проходил так жестоко. Как именно мы это делаем на моих мероприятиях с моими подопечными, конечно, я не могу вам описать в рамках одного нашего прямого эфира, но здесь я просто назову несколько нюансов для тех, кто самостоятельно это делает и будет делать. Это следующие нюансы. Значит, первое, что мы теперь знаем, какие инструменты есть у нас в руках. Первый и самый главный инструмент для того, чтобы детокс проходил у вас более-менее мягко и не с такими неприятными последствиями, это предварительная подготовка. Вот это самое жесткое требование, которое я предъявляю ко всем абсолютно, ко всем, кто приходит ко мне в марафон. Подготовка. И неважно, с каким уровнем подготовки пришел человек. Могут приходить совершенно разные люди. Кто-то уже на естественном питании, кто-то только к нему приближается, кто-то на ПП, кто-то на спортпите, кто-то на кето, кто-то на веганстве. Неважно как. Люди приходят с разным уровнем подготовленности и с разным уровнем зашлакованности. И у меня есть традиция такая, когда человек приходит новенький, я хотя бы минут 15, но хочу с ним пообщаться вот так, лицом к лицу, по видеосвязи, чтобы посмотреть на него. Дело в том, что я сразу вижу уровень его зашлакованности. Его видно невооруженным глазом. По отечному лицу, по тусклому взгляду это сразу видно. Человек менее зашлакованный сразу бросается в глаза. И на такого я сразу возлагаю надежды, что с ним будет мало проблем. Но когда человек приходит явно зашлакованный, я внутренне готовлюсь к тому, чтобы начать сдерживать его пыл. А сдержать пыл часто бывает очень трудно, потому что люди просто воодушевляются, прочитав книгу Марвы Огоняна об условном голодании, прочитав даже Арнольда Эротта или посмотрев различные видео на Ютубе, в том числе мои, мой дневник условного голодания на Ютубе, они ужасно вдохновляются и приходят на детокс. Но я всех сразу торможу, прямо на входе, и говорю, ребята, готовимся. Подготовка заключается в том, что мы начинаем очень конкретно менять питание. То есть, как вы уже поняли, бесслизистое питание – это растительная, сырая пища, а слизеобразующее питание – это всё остальное. И мы начинаем менять питание таким образом, чтобы у нас бесслизистое питание, то есть сыра растительные, заняли большую часть рациона, а всё остальное – меньшее. То есть, заметьте, я не перевожу людей на сыроедение, потому что это будет тяжело непривычному организму и кишечнику это будет очень тяжело. Это будет беременный живот, вздутие 24 часа в сутки, метеоризм страшный, ну и просто некомфортное состояние. Поэтому мы делаем определённый баланс. На подготовке мы также принимаем различные адсорбенты, для того, чтобы уже предварительно изнутри начать забирать эти токсины в этот адсорбент, чтобы их не так много выводилось на самом условном голодании. Ну и ещё мы применяем эфирную терапию, применяем эфирные масла, которые тоже способствуют уменьшению уровня токсичности. Вот этим мы всем занимаемся на подготовке. Само условное голодание мы тоже проводим с некоторыми нюансами, то есть мы знаем, где подкладывать подушечки безопасности. Если мы видим, что приближается интоксикационный шторм, то есть человек вот-вот сорвётся в интоксикацию, мы знаем, что подложить, какую подушечку, чтобы этого не случилось. Если мы видим, что хотят обостриться хронические заболевания, мы подкладываем другую подушечку, чтобы этого тоже не случилось. Если у человека возникают эмоциональные качели, и он на грани депрессии, срыва, или ему просто его колбасит, мы третью подушечку подкладываем, чтобы он успокоился, пришёл в равновесное состояние. И таким образом мы плавно и гладко проводим детокс. И ещё о сути самого детокса. То есть при каком условии вообще происходит детокс, то есть очищение организма, то есть выведение токсин. При каком условии? Только при одном. При одном условии – это одно единственное условие. Это отсутствие твёрдой пищи. Да, в какой-то степени здесь соки тоже замешаны. Да, мы можем пить соки. И это такая красивая сторона детокса. Но помимо сока питья у нас есть ещё и некрасивые стороны, такие как очищение кишечника и вывод этого всего дерьма. Так вот, условия очищения организма. Организм будет очищаться только при одном условии, если он не занимается пищеварением. Когда человек кушает, он переваривает пищу. Не он, а его желудочно-кишечный тракт, его органы пищеварения переваривают пищу. А кушает современный человек весь день. С утра и до позднего вечера. А причём бывает иногда, не иногда, а часто, до очень позднего вечера он кушает. Прям покушал и спадет час ночи. А иногда бывает ещё и ночью встают кушают. А очень часто бывает так, что утром встают часов в 5-6 утра, на работу нужно бежать и нужно покушать. А кушать не хочется. Но человек кушает. И таким образом люди себя насильно принуждают к пищеварению, в то время как их система не готова к этому. И вот это насильственное пищеварение, оно всё время даёт нагрузку колоссальную на пищеварительную систему. И поскольку идёт работа пищеварительной системы, то система очищения не работает. И теперь смотрите, что получается. Если вы большую часть дня кушаете с раннего утра и до позднего вечера, может быть ещё и ночью, у вас на естественный детокс, на ночной, остаётся там каких-то, может быть, 4 часа. Этого явно мало, чтобы организм успел что-то вывести естественным образом. Мало. Поэтому в основном люди традиционно питающиеся, и которые вот так питаются усиленно с утра и до вечера, у них-то вот как раз степень зашлаковности очень большая. Если же человек старается хотя бы придерживаться раннего ужина, как можно более раннего, если он не торопится утром кушать, потому что знает, что нет аппетита, нет голода, а он не может пойти против себя и кушать без аппетита, у него продлевается вот это голодное окно, и вот в это голодное окно его организм успевает почиститься. То есть вывод, да, наш организм очищается только при отсутствии пищеварения. Таким образом, заходя на условный голод по огоням, то есть на жидкое питание, на травяные чаи и соки, мы устраиваем себе детокс длиною в 24 часа в сутки. То есть мы весь день не едим, мы ночь не едим, мы только пьём, но у нас при этом отсутствует пищеварение. Наши органы пищеварения не работают. Вернее как, они, может быть, и работают, но в таком лайт формате. То есть это очень-очень-очень какие-то такие лёгкие намётки на пищеварение. И мы это видим потому, что те воды, которые мы вымываем из кишечника с помощью кризмы, они всегда идут окрашенной желчью, коричневые. Могут быть чёрные, зелёные, но это всегда с примесами желчи. Это говорит о том, что всё-таки пищеварительная система чуть-чуть работает, немножко, но не до такой степени, чтобы отключилось очищение. Оно всё равно идёт. А ещё, когда мы находимся на условном голоде, мы можем чувствовать, что в желудке как-то нехорошо, ну, в плане хочется кушать. Это говорит о том, что желудочный сок тоже маленько выделяется. Но мы знаем одно упражнение, хитрое, да, которое мы делаем, и мы его выгоняем в 12-перстную кишку. То есть, несмотря на вот эти небольшие признаки пищеварения, мы всё-таки находимся по большей части 24 часа в сутки на очищении, когда мы занимаемся условным голоданием по огоням, то есть не едим твёрдую пищу, а питаемся исключительно жидкой пищей. Вот этой методике Марвы Аганян, которую она подробно описала в своей книге «Экологическая медицина», ну, точнее как, она описала это не методику, она как раз её очень кратко описывает. Она описывает подробно причины заболеваний, да, и как мы можем сами избавляться от этих заболеваний. Так вот, благодаря вот этой вот её методике, этой книге, люди узнали о том, что очищаться можно вот таким мягким способом. Ну, мягким как бы в кавычках мы берём, да, потому что, судя из того, что я описала в первой части нашего разговора, ну, это как бы не совсем мягкое очищение, это всё равно неприятно. Но если мы сравним вот этот Аганяновский детокс с настоящим голоданием, которое производится либо на воде, либо без воды, и всё на этом, да, то Аганяновский детокс, он, конечно, мягче по сравнению вот с таким жёстким. Поэтому, например, бросаться в такой жёсткий детокс на воде или без воды, я бы точно не советовала без присмотра, ну, наверное, врача или делать это только в клинике. Потому что это, на самом деле, очень серьёзная вещь, я этим не занимаюсь, и когда у меня кто-то спрашивает, а можно ли я буду на воде, я всегда говорю, что это только под вашу ответственность, потому что я сама этим не занимаюсь и считаю, что это серьёзно, тяжело, это не всегда предсказуемо. А вот что касается условного голодания по Аганям, где мы находимся на клеточном питании, наши клетки получают жидкое питание из мёда, из свежевыжатых соков, из травяного чая, мы находимся вот по части осложнений, вот таких, какие случаются на сухом или водном голоде, мы находимся, в общем-то, вне зоны риска, хотя, как я уже сказала раньше, мы испытываем различные неприятные состояния. Но вот чем хорош этот метод, что всё-таки можно руководить людьми во время этого очищения онлайн. Вот если на сухом голоде или на водном, онлайн трудно руководить, потому что нужно человека осматривать, брать у него анализы, мерить у него давление, пульсы и прочие, обследования делать, то здесь проще. Здесь можно общаться с человеком онлайн и понимать, как у него дела. И вот это вот всё вышесказанное приводит нас с вами к выводу, что мы совершенно спокойно можем входить в такие мероприятия, как марафон детокс, марафон по очищению организма и заниматься этим мероприятием онлайн. Сейчас у меня идёт набор на новый поток в марафон, как раз марафон, посвящённый детоксу, посвящённый очищению организма. Но чтобы вы понимали верно вот это направление, потому что сейчас в эти дни, пока идёт набор, всё время в речку прям одно за одним, одно за одним идут сообщения, которые спрашивают там, сколько у нас будет времени на это? Я всем говорю, у вас будет бесконечное количество времени на это, потому что мой марафон не имеет срока окончания, срока давности. Это вечно действующее мероприятие, в которое вы входите, и двери для вас никогда не закрываются, то есть вас никогда никто не выгонит из этого проекта. Проекта – это проект по большому счёту. Ну и счастье тоже. Марафон здоровья и стройности. Я считаю, что в этих двух словах здоровье и стройность заключены две основные цели, с которыми приходят люди. Обычно это так и бывает. Идут за здоровьем и идут за стройностью. Правда, идут ещё и за энергией. Это вот сейчас очень часто стало слышать, что «Ой, нет энергии, ой, вот прям хочу столько дел сделать, а прям бы на диванчик бы и поспать». Но оно вот это всё взаимосвязано. Здоровье, стройность, то есть лишний вес, энергия – это всё одного поля ягоды, это всё взаимосвязано. Так вот, люди, приходящие ко мне в мой проект, или мой марафон, называйте его как хотите, здоровье и стройности. Это люди, которые заключают со мной бессрочный договор на сотрудничество. То есть на сопровождение в группе, на работу в чате, на доступ к материалам, к теоретическим материалам этого курса на моей обучающей платформе без закрытых дверей. То есть это «Век живи», дай бог вам, да, «Жить век», «Век учись», «Век общайся со мной», «Век общайся с единомышленниками» в чате. И это всегда всё для вас. Всё для вас. 16 января, это вот у нас будет понедельник, у меня стартует новый набор. То есть этот марафон, он обычно у меня проходит потоками, да, как вот поток. Первый поток пришёл людей, делаем старт, делаем организационные мероприятия и начинаем подготовку, начинаем делать детокс, мы начинаем правильно выходить, мы заканчиваем правильный выход, мы работаем над питанием, мы делаем его всё более и более естественным. И потом люди успокаиваются, да, кто-то получает свой положительный результат, кто-то не получает свой результат, потому что ему было лениво, потому что он побоялся, он чего-нибудь там не понял, не захотел, ему было некогда, он куда-то уехал и так далее. Но кто хочет, тот добивается. И постепенно вот этот поток как бы заканчивает свою работу и потом идёт набор на следующий поток. Вот сейчас как раз идёт набор на следующий поток, который стартует 16 января. Поэтому что нужно сделать, да, прямо сейчас? Перейти по ссылке, ну, телеграмм по своей ссылке, вы по своей, в шапке профиля, вот, и посмотреть условия этого марафона, где действительно всё так и написано, чёрным по белому, что этот проект никогда не заканчивается. Посмотреть условия вступления в этот марафон, дать своё согласие, написать мне в личку, там указан контакт, что я хочу, я с вами связываюсь, объясняю вам, как вступить, что нужно, куда зайти и так далее. И мы начинаем работу. Если вы понимаете, что вы не успеваете к 16, вы можете немножко задержаться, там, на день, на два, на пять. Это не принципиально, потому что всё равно мы не начинаем, как я уже сказала, сразу с детокса. Точнее, как? Поскольку я сказала, что детокс – это всё-таки образ жизни, да, это система, то мы начинаем с детокса, но не с того детокса, о котором вы подумали. Мы начинаем с детоксикационного питания. Вот с чего мы начинаем. То есть мы начинаем делать наше питание всё более и более очищающим. То есть очищающее питание – это тоже своего рода детокс. Таким образом, всю мою систему, которая состоит из таких мероприятий, как коррекция питания, очищение организма и терапия эфирными маслами. Всё это я уже вам озвучила. Вот эта вся система, вот её в общем и целом комплексно можно назвать детокс. И когда вы усвоите и освоите эту систему, когда вы встроите её в свою жизнь и поймёте, что в ней оказывается очень комфортно, оказывается, жить в детоксе – это очень комфортно, это здорово, это интересно. Но самое главное, что вы на этой системе начинаете очень быстро получать вот те самые результаты, за которыми вы идёте. У вас нормализуется вес, у вас падает, снижается давление до нормального, снижается уровень сахара до нормального, вы получаете больше энергии, у вас перестают болеть суставы, у вас куда-то исчезает мигрень, у вас перестают отекать кислоты, конечности, у вас отваливаются папилломы с разных частей тела, у вас перестаёт беспокоить, у вас гастрит, и так далее, и так далее, и так далее. У вас улучшается кожа, улучшается цвет лица, вы просто становитесь неотразимыми в зеркале, вы себе начинаете нравиться, и так меняется ваша жизнь. Мне супер как приятно видеть, когда через полгода, через 7, 8, 12 месяцев, человек, который, может быть, не очень активно проявлял себя в чате, вдруг вырисовывается в поле моего зрения, вдруг появляется где-нибудь в чате или в личке, и пишет, Бая, вы не поверите, что со мной произошло, я весь этот год жил по вашей системе, посмотрите, вы не узнаете меня, посмотрите, что со мной, да, вот, я у меня сейчас вот такой-то вес, у меня, я перестал пить гормональные, там, у меня нормализовались показатели по щитовидке, у меня перестали вылезать волосы, и вообще, вы знаете, я поменял работу, я ушел с нелюбимой работы, я стал заниматься тем, что я люблю, и так далее, и так далее, вот такие, когда приходят такие сообщения, вы не представляете, насколько я счастлива, это просто какое-то, ну, безумное счастье, потому что понимать, что ты, ну, сделал счастливым хотя бы несколько людей на этой планете, да, пусть даже не все стали, ну, победителями, да, по своей собственной воле, но те, кто встали, это, ну, это просто, не знаю, у меня сердце просто вот прыгает от радости, когда я вижу, что действительно происходит вот такие метаморфозы с людьми, это здорово, это просто не передать словами, поэтому, конечно, я всегда радуюсь, когда приходят новые, новые, новые люди ко мне в это мероприятие, в этот марафон, и каждый раз я верю, что, ну, в этот раз будет больше людей, которые стали счастливыми по-настоящему, которые обрели тот внешний вид, ту форму, которую они хотели, которые стали энергичными, и стали снова бегать там с детьми, кататься с горок с внуками, гонять на велосипеде, на лыжах, на роликах, в свои 60 или 70. Вот это абсолютно всё реально. И когда медицина говорит, что у вас хроническое заболевание, вот вам с этим жить, это неизлечимо, вам пожизненно быть на лекарствах, то система детокса, которая работает, она опровергает вот эти утверждения медицины, что эти болезни неизлечимы. И я опровергаю. Нет ничего необратимого, если человек занимается своим здоровьем правильно, в системе, в системе детокса. Это, наверное, всё, что я хотела сказать на сегодняшний день. Попробую поотвечать на вопросы, если они есть, чтобы в Телеграме задать вопрос, вам нужно просто опустить окошечко вебинара, эфира на низ, ну, этой чёрточкой, вниз опустить, зайти в чат канала и написать свой вопрос. И я могу ответить. Вот вижу вопрос, что изофагит, сфинктер работает неправильно, а детокс в этом случае приемлем ли? Он приемлем, вот, но сфинктер работает неправильно не только из-за того, что человек как-то неправильно там питался, да, или что-то ещё. Он ещё может, вот, причина может быть очень банальной. Спазм. Спазмы, которые мы нарабатываем себе вот везде, во всём теле, но в частности в районе диафрагмы, вот, в брюшной полости, спазмы гладких мышц, которые нарабатываются просто в течение жизни из-за того, что мы живём нездоровой жизнью, да, мы не умеем правильно расслабляться, мы очень много напрягаемся, мы очень много работаем в неестественной позе, да, очень много сидим, скокожившись, мы часто кушаем в неправильной позе, мы часто кушаем на стрессе, то есть, когда у нас какой-то стресс, мы его заедаем, мы напряжены и мы в то же время кушаем, и у нас случаются спазмы, глубокие спазмы, которые натягивают, да, которые ставят мышцу в такое положение, что она просто этому сфинктуру не даёт закрыться, не даёт ему закрыться, и в результате этого он либо полу открыт, да, либо он часто, да, открывается не по делу, и содержимое желудка, да, выплёскивается в пищевод, это доставляет изжогу, это доставляет неудобства, поэтому вам не только условное голодание нужно, да, вам нужна система детокса, это раз, а во-вторых, вам нужна система правильного дыхания, вам нужно развивать брюшное дыхание, учиться правильно делать это, вам нужно освоить растяжки, систему растяжек на всё тело, чтобы снимать глубокие спазмы, и научиться расслабляться и жить в незаспазмированном состоянии, ну, то есть обратный процесс, да, запустить в своём теле, чтобы эти спазмы снимать, то есть это не является приговором и чем-то необратимым, это абсолютно обратимая ситуация, просто нужно в ней разобраться и начать действовать. Боюсь клизмированиями, ну, клизмированиями бояться не надо, просто с ним, с клизмированием нужно быть аккуратным, и у меня по клизмированию целый урок на марафоне, там разбираем все-все нюансы, какая поза, какая температура, какие движения, что делать, ну, как себя вести, чтобы не переусердствовать, да, и не перегнуть палку, и не получить какие-то неадекватные реакции со стороны организма. Конечно, если вы будете там изо всех сил упорствовать и заливать в себя эту двухлитровую кружку эсмарха, если она у вас не заливается, вы просто сделайте себе перерастяжение стен кишечника и потеряйте сознание. Конечно, этого нужно бояться, но если учиться вести себя грамотно, если заливать в себя не сразу два литра, а учиться потихонечку, учиться расслаблять мышцы живота, потому что, опять же, спазмы мешают клизмированию, спазмы мешают залить воду, спазмы мешают слить воду, газовые пробки мешают залить и сливать воду, а мы учимся, как бороться с газовыми пробками, мы всему этому учимся. марафон это школа, и я приглашаю на мой марафон не для того, чтобы загнать вас в ванную комнату, сказать, так, ну-ка, взяли шланг в руки, встали в позу, включили, выключили, все, свободен следующий, не для этого, я завожу людей на марафоны, я приглашаю людей, чтобы учить, чтобы проходить школу, школу детокса, и здесь очень-очень много всяких нюансов, о которых просто невозможно рассказать на одном прямом эфире. Ой, после голодовки по Марве Агоняне жуткие запоры. Вот, я бы попросила не делать здесь вот это сравнение, что типа вы там поголодали по Марве Агонян и у вас случились запоры. Сам факт условного голодания, то есть очищения организма, он не может вызвать запоры, но вот просто поймите, вы всегда старайтесь вглубь идти, как очищение организма может вызвать запоры, от чего бывают запоры, либо от того, что у вас пищевой комок очень крахвалистый, да, в нем мало жидкости, от того, что у вас слабый перестальтика кишечника, от того, чтобы у вас в питании мало сырой растительной клетчатки, ну и еще от других факторов, да, могут зависеть запоры. Как условное голодание может спровоцировать запор? Условное голодание это очищение организма через очищение кишечника. Вы почистили кишечник, вы удалили какие-то препятствия в кишечнике, вы повыгоняли патогенную микрофлору, вы облегчили себе в общем и целом работу пищеварительной системы, то есть ваш организм отдохнувший и по идее он не должен давать запоры. Если он дает запоры, что-то не так с вашим питанием сейчас. Вот я на 100% уверена, что-то не так с вашим питанием. И мы этому тоже учимся на нашем марафоне. То есть мой марафон это не только про клизму, но еще и про еду и про питание. Как работать с запорами, как нам решать эту проблему. Это все тоже школа. Так, какие еще вопросы. Ну, давайте, пока вы пишете вопросы, немножко расскажу про условия вхождения в этот марафон. значит сколько будет по цене детокс? Сейчас скажу. Так, как быть аллергиком на мед? Его ведь ничем не заменить. А на одном отваре трав чем отличается от обычного голодания? Я поняла вопрос. Если на мед действительно прям тяжелая аллергия, да, это может быть, бывает, ничем не заменяем мед, просто убираем мед и включаем фруктовые соки. Соки содержат фруктозу, так же, как и мед, да, и частично глюкозу, поэтому клеткам хватает питания, просто вам тогда нужно будет раньше вводить соки свежевыжатые, процеженные, чем другим. Вот, и вы не будете страдать, у вас будет энергия. На соках очень хорошая энергия, в принципе, мед нам дает энергию, да, и это и как противовоспалительная работает, но и прекрасно можно на соках условно голодать, и вы не будете ни в чем ущербны, так что это не проблема на самом деле. ой, какой вопрос серьезный, очищение поможет, если идут постоянно месячные, ну, девочки, если идут постоянно месячные, это уже не месячные, это же кровотечение, и это к врачу, конечно же, там, это же все, что угодно может быть, нет, лучше не надо, лучше сначала к врачу и вообще узнать, в чем там дело. Вот, хороший вопрос, боюсь ли не получится пройти нормальный детокс, так как 7 до 3 на работе одно не мешает другому. Вот, спасибо за такой вопрос, прям отвечу на него подробно. Значит, я же вам уже сказала, что детокс, вот, в моем понимании, да, как система жизни, это просто образ жизни. То есть, вот, когда я, например, вот я думаю о том, что я завтра буду кушать. Вот я сейчас вечером, да, я сяду и подумаю, так, что я завтра буду кушать. Я составлю себе рацион таким образом, чтобы у меня очищающей еды было больше, чем загрязняющей. И это значит, что я живу в системе детокса. То есть, если у меня очищающей еды будет больше, чем загрязняющей, соответственно, я буду заниматься детоксом. Я буду избавлять себя от токсинов. Потому что, если еда очищает, организм очищается. И это понятно. Если на работе большая часть дня, значит, что я советую? Я советую в любом случае эту школу пройти, потому что, как я уже сказала, все начинается с теории. То есть, вам нужно просто прийти, пройти всю теорию, все эти видеоуроки, все эти лекции, все вебинары, все это книги, все это прочитать, посмотреть, как работает группа, посмотреть, кто как косячит, кто какие делает ошибки, как я их исправляю, как люди получают какие-либо результаты, как они занимаются эфирной терапией, как мы подкладываем подушечки, вот эти вот разные, чтобы не было интоксикации, не было обострения хронических заболеваний, чтобы не было там истерик каких-то, вы узнаете, что это за подушечки, вы научитесь настоящему естественному питанию, которое будет уже для вас играть роль детокса. И когда у вас будет вот такая теоретическая база в голове, да, и вообще вот в сердце и в уме, вы в следующий раз, вы же не выходите из марафона, да, вы просто проходите один этап и потом продолжаете дальше жить и вы можете зайти в следующий детокс с другой группой, вы же в рамках марафона остаетесь, в тот момент, когда у вас будет либо отпуск, либо там какие-то длительные выходные или праздники, либо вы вообще поменяете работу, да, то есть это же, я же говорю, это кусок жизни, вернее, как, это не кусок жизни, это жизнь, вы просто включаете марафон в свою жизнь, как часть жизни, и проживаете это, обучаясь этому делу, перенимая опыт других, анализируя свое состояние, да, замечая изменения, которые происходят в вашей жизни, и все это называется детокс, это система, поэтому даже, может быть, вы, как раз, если вы работаете, вот вы, наверное, даже будете находиться в более выигрышном состоянии, положении, нежели другие, потому что вы будете как бы со стороны смотреть на это и потерять ручки, вы будете учиться питаться, благодаря изменению питания вы уже получите массу хороших результатов, если у вас есть лишний вес, то у вас с весом будут очень хорошие подвижки, если у вас мало энергии, у вас будет больше энергии на этом питании, если, допустим, у вас там часто болит голова, мы научим вас, как питаться и как применять эфирные масла, чтобы голова не болела, и так далее, и так далее, то есть есть большой смысл в любом случае войти в этот проект и научиться всем вот этим премудростям лучше это сделать раньше, чем позже, потому что когда появится свободное время, может быть уже ваше состояние будет в более, ну, скажем так, в более зашлакованном виде, и вам будет это делать труднее, а сейчас, познав азы питания, вы наоборот подготовите себя к следующему какому-то заходу, да, такому серьезному, и войдете в него на ура, просто на ура, потому что ваш организм будет подготовлен, вот почему я думаю, что для вас нет препятствия. вот тоже очень частый вопрос, а как же химоза в овощах и фруктах, ГМО, в массовых продуктах, если переходить на 80% свежего, не будет ли больше токсинов в организме, ну, да, в принципе, тоже такой, я понимаю этот вопрос, но я здесь рассуждаю вот как, смотрите, химоза, да, химоза, ну, это то, что на чем выращивают, там удобрения какие-то и так далее, у нас есть в организме фильтрующая система, да, у нас есть печень, у нас есть почки, в принципе, они отфильтровывают какую-то часть токсинов, это первый момент. Второй момент, если мы сравним, допустим, капусту, морковь, там, яблоки, да, что-то такое, то, что выросло в природе, и, допустим, сравним с куском колбасы, которая произведена, ну, непонятно, там, да, из какого мяса напичканного антибиотиками, плюс там еще не мясо, да, там какие-то, там, какой-нибудь, там, растительный белок, ГМО, возможно, да, плюс там какие-нибудь крахмалы, разрыхлители, красители, ароматизаторы, всякие ешки, консерванты, ну, и так далее, то я считаю, что этот кусок колбасы, он будет намного более токсичен для организма и намного более неестественным питанием и с ним будет справиться намного сложнее, то есть, понимаете, несмотря на то, что овощи и фрукты выращиваются на удобрениях, это продукт, который очень легко расщепляется, то есть, он составит из клетчатки и сока, чтобы вынуть сок из этой клетчатки, организму требуется буквально там 20-30-40 минут, не более, всё, и сок уже пошёл в виде питательных веществ в кровь, всё, а клетчатка, она идёт на корм кишечным бактериям, они с ней тоже очень быстро разбираются, и всё это довольно быстро и легко, непринуждённо выводится из кишечника, то есть, это очень простой продукт, продукт, он не задерживается в желудочно-кишечном тракте, а вот колбаса нет, это сложный продукт, если вы съедите яблоко, вы через 20 минут уже хотите кушать, потому что оно уже расщепилось, печень там своё, сделала дело, почки своё, всё там, кишечник своё, и яблоко пошло в расщеплённом виде, а вот колбасу вы едите, вы несколько часов можете не захотеть есть, потому что она долго лежит в желудке, с ней разбираются, как бы её подразобрать, вот это всё на составляющие, потом она медленно тащится по кишечнику, а если бы ещё её и с хлебом съели, то вот эта колбасная составляющая вместе с клейстером, с крахмалом в виде хлеба, она вот такая липкая, всё, да, а это очень трудная штука для расщепления, она будет очень долго тащиться по кишечнику, и вот пока она тащится, она отдаст намного больше токсинов, да, и создаст намного больше токсинов в кишечнике, нежели вот то самое спринтерское яблоко, которое и вылетело, я вот так считаю, и если их класть на чашу весов, к кубасу и яблоко, то для меня даже не стоит выбора абсолютно, однозначно яблоко, каким бы там оно химозным не было. Как присоединиться попозже, будет ли доступ к пройденному материалу? Доступ бесконечный, доступ всегда, то есть если допустим смотреть, какие могут варианты, вы можете сейчас войти в марафон, ну как, зарегистрироваться, и если у вас нет времени сейчас на него, вы можете пока просто, ну, как бы заниматься своими делами, но вы же уже будете в базе, да, вы будете уже, вам будет открыт доступ к курсу, к материалам, вы уже будете в чате, вы можете войти в работу, включиться в любой момент, можно спустя месяц, спустя там полгода, ну, как у вас просто будет время, либо вы можете просто позже присоединиться, я же говорю, что в него войти можно всегда, просто удобнее ходить именно с потоком, потому что многие любят работу в группе, вот набрался поток группы, да, и все, и пошла группа каждый день, там пишут, вот у меня это, у меня то, кто как там пил, кто как ел, кто как пукал, кто как призмился, и так далее, это очень интересно, да, наблюдать за другими, то есть, это интересно, входить с группой, но если вы понимаете, что сейчас прямо вот на никак, ну, значит, позже вы идете, ну, смотрите, это, это все свободно, то есть, вход свободный, можете делать так, как вам удобно. Список, список того, что надо приобрести, это уже все заложено в материалы курса, то есть, как только вы входите в наш марафон, вам открывается доступ к материалам курса, вы его открываете, и там прямо в самом первом уроке, по-моему, есть список того, что нужно приобрести, на самом деле, там ничего такого особенного и не надо, там, это все очень просто, все есть в свободном доступе. Спасибо за то, что вы, ну, оценили эту информацию, я увижу ваши, да, ваши благодарности, я тоже вам очень благодарна за то, что вы так вот хорошо все правильно воспринимаете, воспринимаете. Так, нужна, ну, нужна подготовка или потом в марафоне все будет? Все в марафоне будет, конечно, то есть, в марафон можно войти, и так оно и происходит, на самом деле, в любом состоянии, то есть, я, я же встречаюсь с людьми, да, я вижу, что люди приходят, ну, очень много неподготовленных, то есть, с большим лишним весом, с традиционным питанием, с традиционными взглядами, но они приходят, и мы начинаем подготовку с работы мозга. Сначала идет обработка мозга, то есть, я объясняю, ну, люди читают, слушают мои лекции, да, смотрят вебинары, смотрят записи вебинаров, и у них начинает в голове проясняться, как жить дальше, как питаться дальше, то есть, конечно же, подготовка идет, да, причем, я еще не сказала, вот, такую важную вещь, что, несмотря на то, что поток входит в марафон на определенные, как бы, ну, рекомендуемые этапы, ну, скажем, например, условное голодание, в этот раз я запланировала на 5 февраля, почему на 5 февраля, начало, да, потому что это полнолуние, ну, считается полнолуние, и убывающая луна, которая идет с видом за полнолунием, это такое благоприятное время для начала очищения организма, и получается, что с 16 января до 5 февраля у нас идет период подготовки по питанию, но, несмотря на то, что у меня есть определенная дата, я никогда не заставляю людей обязательно делать что-то, несмотря, несмотря там ни на какие, да, какие-то обстоятельства их личные, жизненные, именно в эту дату, я всегда говорю, что вы вольны делать свой выбор, то есть, не хотите 5, да, начинать, можете начать там 10, 15, как вам угодно, не хотите вообще начинать условное голодание, пожалуйста, не начинайте, оставайтесь на нашем прекрасном питании, делайте разгрузочные дни, там, очищайте периодически кишечник, рассказывайте, что у вас получается в чате, работайте в своей системе, то же самое касается и количество дней на условном голодании, в идеале это, конечно, 21 день, это 3 недели по марве огонян, но это такой, хороший такой промежуток, на котором происходит глубокое клеточное очищение, но опять же я не настаиваю, хотите 21 день, пожалуйста, хотите 11, пожалуйста, хотите 1, пожалуйста, хотите 31, пожалуйста, хотите 41, пожалуйста, все на ваше усмотрение, я-то никуда ведь не ухожу, в чем весь смысл мероприятия, что я-то никуда не ухожу, я всегда в чате, я в чате 20, 30, 41 день, 141, 1141, Я всегда в чате. И вы можете планировать свои этапы так, как вам удобно. И это очень оправданно, на самом деле, потому что люди приходят разные. Кто-то приходит, допустим, с панкреатитом. Я всегда очень осторожно отношусь к таким диагнозам, потому что там нужен особый подход. Соответственно, к человеку будет немножко другой подход, другая ситуация. Кто-то приходит с недостатком массы тела. Худенький бывает приходит. Там тоже особый подход. Там нельзя делать длительное очищение. Там нужно, наоборот, коротенько, но почаще. Вот так. То есть здесь много нюансов. И каждый человек найдет свою систему именно в рамках этого марафона. Здесь все очень гибко. Но надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Динара, вижу твое сообщение. Ну, в личку потом напиши. Хорошо? Так. Ну, давайте перейдем тогда. Раз пошли вопросы по регистрации, что нужно, какая оплата, давайте объясню. Значит, поскольку я вам рассказывала про вот эти самые подушечки, которые мы подкладываем, то есть это наши волшебные палочки, которые мы используем. Ну, волшебные палочки в переносном смысле. Мы используем эфирные масла для того, чтобы минимизировать все вот эти риски и неприятные симптомы, которые обычно случаются на условном голодании. Если человек неподготовленный, если он идет самостоятельно в этот путь, да, если он не обзаводится ни адсорбентами, ни подушечками безопасности, да, то есть если он пустился в это плавание, все, он, да, он беззащитный. Мы это все предусматриваем. И эфирные масла очень тесно вообще связаны и с очищением организма, да, с детоксом, и с моей практикой в общем и целом. Потому что те масла, которые используем мы, это масла терапевтического класса. Эфирные масла терапевтического класса, производимые компанией Дотера, это на сегодняшний день на российском рынке, я говорю про российский рынок, потому что большинство это Россия. Но это не только российский рынок, это международный рынок. И это, ну, пожалуй, единственная компания, которая является в одном лице и производителем, и поставщиком именно чистых эфирных масел, без примесей, на что есть специальные сертификаты. То есть согласно сертификатам эфирные масла, эти эфирные масла можно принимать внутрь, они являются своего рода пищевыми добавками. Это те масла, которые по их назначению можно употреблять внутрь. Просто есть масла для наружного применения, есть масла, которыми мы просто дышим, есть масла, которые можно применять и внутрь, и наружно, и ингаляционно. Так вот, я думаю, что прелесть моего мероприятия заключается в том, что за него не нужно платить деньги в прямом смысле мне в карман или мне на счет. Вхождение в марафон происходит через регистрацию в Дотера по моей ссылке на один из стартовых наборов. Их два. Один набор малый, другой большой. Малый набор состоит из 10 флаконов эфирных масел по 5 мл. Большой набор состоит из 10 флаконов по 15 мл. Ровно тех же самых масел. Но в большом наборе есть еще и диффузор. Это вот такая штука. Вот такая штука. Это для мелкодисперсного распыления эфирных масел для ингаляционного применения. Ну и плюс еще к большому набору идет подарочный курс. Курс сертифицированный специалист по эфирным маслам, который сама Дотера дарит новому партнеру. Ну, кстати, я вот не сказала еще, что кроме доступа к обучающему курсу в рамках моего марафона, я еще открываю доступ каждому, кто вступает, к базовому курсу по эфирным маслам, который я сама создала. И получая одновременно вот эти знания в комплексе и знания детокса, и знания питания, и знания по использованию эфирных масел, человек становится подкованным и вооруженным. И учится действительно вот в этой школе, да, школе детокса, учится все это применять в своей жизни, не только для себя, но и для своей семьи. Потому что эфирные масла могут применяться как для грудных младенцев, так и для пожилых людей. Просто к каждому человеку в своей взрослой категории есть свои особые подходы. Эфирные масла – это огромная тема, это очень интересная тема, это чистейший природный продукт, это выжимка из растения, это суть растения, это его душа. И испокон веков эфирные масла использовались именно как целебные. Но они использовались также еще и в парфюмерных целях и в кулинарных. То же самое происходит и сейчас. Но в моей практике, в практике доктора натуропатии, эфирные масла прежде всего – это подушки безопасности для приведения человека в здоровое состояние. То есть это снятие воспалительных процессов, это нормализация обмена веществ, это нормализация функционирования всех абсолютно систем. И особенно в рамках условного голодания, когда организм находится в более уязвимом состоянии, эфирные масла как раз помогают минимизировать эти риски. У меня сейчас на Ютубе начался такой проект «Условное голодание на эфирных маслах», который мы ведем вдвоем с моей партнером Полиной Бутман. И она, кстати, будет куратором по использованию эфирных масел вот на этом самом марафоне. Просто Полина – это человек, который получил свой личный богатый опыт применения эфирных масел именно на условном голодании, ну и помимо условного голодания. И есть очень многое, что сказать, чему научить, потому что она сама получила прекрасные результаты по оздоровлению на фоне использования эфирных масел на очищение организма. Я очень рада, что у меня теперь в моем проекте есть вот такой помощник, потому что на самом деле одна голова хорошо, а две лучше. Ну и так легче вести проект. Поэтому вступление в марафон происходит именно через приобретение одного из стартовых наборов эфирных масел. И как только вы его приобретаете через регистрацию по моей ссылке, все, вы становитесь участником марафона. Таким образом, я считаю, что вот это предложение участвовать в марафоне именно через приобретение вот этой самой топовой коллекции эфирных масел. Это, наверное, подарок судьбы, я бы так сказала. Потому что одно дело, когда вы платите деньги, и потом вам еще и говорят, что, извините, срок пребывания в марафоне закончился, то деньги заплачены, вы там что-то успели, что-то не успели, вышли из проекта, и как это обычно бывает у других, я сейчас не про себя говорю. И на этом ваше оздоровление заканчивается. То вот здесь очень выгодное вложение. Вы вкладываете эти деньги не в меня, а в себя. То есть вы приобретаете набор эфирных масел не для меня, а для себя. И получается, что вы, вот эта затратная часть, да, которая у вас происходит на этот набор, она остается как бы у вас в руках. То есть вы получаете вместо этих денег вот этот набор масел, которые вы же еще и используете на этом детоксе, на марафоне. И вы же еще и получаете прекрасные результаты с помощью этих эфирных масел. Может быть, какие-то есть вопросы по эфирным маслам, я могла бы тогда уже прицельно рассказать, потому что про эфирные масла можно рассказывать долго, но вас тоже задерживают долго я, ну как бы не имею права. Если есть какие-то прямо точечные вопросы именно по эфирным маслам, я могу ответить. Потому что однажды вот я тоже вела какой-то эфир и тоже там упомянула про эфирные масла, и был вопрос, что типа, как же так, вы рекомендуете эфирные масла, но вы же натуропат, а эфирные масла, это же сделано человеком. Так вот, я спешу вас заверить, дорогие мои, что эфирные масла не сделаны человеком. Они добыты из растения с помощью либо пресса, либо паровой дистилляции. Но здесь от человека ничего нет. То есть здесь не сделано ничего, чтобы извратить этот продукт. Это вот и есть просто выжимка, это суть самого растения. И здесь нет ничего, что было бы человеком создано искусственно. То есть это абсолютно природный продукт. Абсолютно, на 100%. Очень интересно, просто скажу сейчас это коротко, очень интересная есть функция, свойство, способность эфирных масел. Дело в том, что молекулы эфирного масла – это самая мелкая молекула в мире. И благодаря вот этой своему мелкому размеру молекула эфирного масла без труда проникает в клетку человеческого организма. То есть это воздействие на систему человека на клеточном уровне. И не только из-за малого размера эфирному маслу удается быстро достигать клетки, но еще и из-за его такого свойства, как липофильность. Липо – это жиры, да, жир. Липофильность. То есть клетка человека имеет жировую оболочку. Молекула эфирного масла, она липофильна. То есть она проникает сквозь жировую оболочку клетки и быстро оказывается внутри клетки. Вот именно поэтому так быстро достигается такой моментальный обезболивающий эффект, оздоравливающий эффект, целебный эффект именно с помощью эфирного масла, которое работает на клетчатом уровне. Можно ли получить отравление эфирными маслами при неправильном употреблении? Если вы выпьете полфлакона или флакон, я думаю, да, можно отравить, потому что это очень концентрированный продукт. И мы измеряем дозировки буквально одной капли. То есть одна капля на прием. Вот я вам для сравнения приведу пример. Одна капля масла эфирного равна примерно 28 чашкам травяного настоя. Представляете себе? Одна капля масла 28 чашек травяного настоя. То есть вот настолько концентрирована вот эта растительная сущность. Именно поэтому она вот так быстро, молниеносно оказывает целебный эффект, потому что это концентрированный продукт. Когда вы входите в марафон, вы получаете ликбез, так называемую ликвидацию безграмотности по пользованию эфирными маслами. Вы учитесь применять их правильно. Для этого у нас есть куратор, как я уже сказала, Полина Бутман. И она вам не даст отравиться эфирными маслами. Ну просто потому, что это, наверное, было бы... Это была бы какая-то совершенно нереальная ситуация, чтобы человек взял и выпил там флакон масла. Вот. Так что по поводу отравления можно не бояться. По поводу противопоказаний тоже здесь можно ничего не бояться. Потому что у нас есть целая коллекция, да, это 10 эфирных масел. И каждое масло, оно направлено на определенную сферу. То есть есть масла, которые помогают ощелачивать организм. Есть масло, которое работает для желудочно-кишечного тракта. Есть масло, которое обезболивает суставные боли, да, снимает. Есть масла, которые работают на поделительные системы, на поддержку поделительных систем и так далее, и так далее. То есть вот у нас эти 10 масел, это как бы подборка самых таких топовых масел, которые мы применяем в любых жизненных ситуациях. У вас на марафоне, те, кто придут с определенными хроническими заболеваниями, будь то аутоиммунный тиреоидит, будь то сахарный диабет, будь то артрит, артроз, будь то, ну что там у нас еще, панкреатит, холецистит, гастрит, и варикоз и так далее, и так далее. То есть любые хронические заболевания, такие люди будут получать индивидуальные рекомендации в чате с рецептами по эфирным маслам. Есть определенный рецепт применения масел при тех или иных заболеваниях, а также даже целые протоколы. То есть протокол это звучит серьезно, но это прямо целая схема нанесения масел на позвоночный столб, на ступни, на область воротниковую. Это целая разработка научная, да, и список заболеваний, при которых применяются протоколы с эфирными маслами, он огромен, он огромен, он бесконечен, и нет ни одного заболевания, на которое нельзя было бы воздействовать со стороны эфирных масел. И хорошая новость состоит в том, что даже если вы приходите, да, и хотите воспользоваться каким-то протоколом с эфирными маслами, даже если у вас нет того или иного масла в наборе, на каждое масло, в принципе, есть взаимозаменяемость. И даже имея базовый набор масел, вы уже можете прямо вот в рамках этого марафона уже можете начинать применять какие-то протоколы для своего оздоровления. Пищеварительный протокол, дыхательный протокол, костный протокол, воспалительный, лимфатический, максимальный, там, энергетци, эндокринный, гормональный. Много разных протоколов, и каждый протокол – это определенный список диагнозов. Вот такая у нас с вами обширная работа, просто грандиозная. То есть, чтобы вы понимали, да, заканчивая свое выступление, чтобы вы понимали, что вход в марафон, где вы будете заниматься детоксом, это не только про аклизму, не только про травяные настои, и не только про агонян. Это вообще, в общем и целом, про здоровье, про здоровье, про стройность, про вашу счастливую и гармоничную жизнь. Ну, все, жду вас тогда на ваши заявки к себе в личку. Переходите по ссылкам на марафон, шапка профиля, последний крайний пост. Переходите, пишите ваши заявки, принимаю. И, а, вот вижу, что уже про протоколы спрашивают. Протоколы будем давать, будем давать схемы, покажем, какой книгой можно воспользоваться, как правильно их делать, будут и мастер-классы, все будем показывать, все объяснять. Приходите, не пожалеете. Все, я заканчиваю наш прямой эфир. Благодарю вас за внимание и жду вас на марафоне.